продолжаем изучать игру постепенно думаю откроем всех динозавров буду по крайней мере стараться сегодня покажу вам ютораптора в игре самый большой из известных драмиозаврит передвигался на двоих ногах достаточно внушительные размеры и подвижность обеспечиваемая повышенной пневматизации костей следовательно их легкостью делали ютораптора грозным хищником из-за крупного размера ютораптор бегал медленнее дейнаниха и велоцираптора но быстрее зауроподов его скорость передвижения равна скорости игуанодона охотились они на крупных динозавров вроде игуанодонов или терезинозавров крепкое сложение и серповидный коготь указывают что хищник прекрасно справлялся с большими животными охотились они из засады так как не были способны быстро бегать и догнать добычу зрительные центы мозга ютораптора достаточно развиты поэтому было сделано предположение что зрение было для него важным каналом восприятия филогенетический анализ показал что скорее всего он был покрыт перьями как и для других драмиозавридов не существует никаких фактических доказательств группового поведения сегодня нельзя точно определить охотились ли юторапторы стаи или предпочитали одиночный образ жизни однако косвенным признаком первого варианта является присутствие в этой местности немалого числа орнитоподов и зауроподов с взрослыми представителями которых ютораптору было бы сложно справиться в одиночку палеонтологи джеймс киркланд роб гастон и дон бург обнаружили останки ящера и дали ему имя ютораптор в 1991 году найденные останки хранились в музее доисторической жизни при колледже землеведения в юте в 1993 году знаменитые американские палеонтологи джон остром и крис мейс официально утвердили название ютораптор на данный момент первый и единственный скелет ютораптора смонтирован в музее доисторической жизни в юте а его статуя встречает посетителей на входе с музеем спасибо за просмотр не спеши закрывать видео досмотри до конца поставь лайк и подпишись также на канале много видеороликов которые тебе должны понравиться и Продолжение следует...